Новости на информационном канале Севастополя. У Елены Крашитецкой нарушение опорно-двигательного аппарата. К Дмитрию Овсяникову она обратилась с просьбой оказать помощь в срочной госпитализации. Визит на приём главе города словно крик о помощи. Так как много сопутствующих заболеваний, таких тяжёлых, серьёзных, немножечко опасаются. Говорят, в комплексе надо с другими медиками, и с кардиологом, и с неврологом, и с эндокринологом совместно решать. После беседы глава Севастополя обещал ускорить процесс лечения и дал соответствующее поручение руководителю департамента здравоохранения, чтобы женщине помогли оперативно, без проволочек. Соответственно, рука Удалина Миляненко обеспечит соответствующую помощь решению. За тем, как проходит лечение Елены Крошетецкой, наш телеканал обязательно будет следить. Следующий посетитель на приёме у главы города – Елена Ильяш, она жена пенсионера МЧС. На приём граждан Елена пришла с просьбой выделить жильё, которое полагается ей по закону. Сейчас она с семьёй живёт в ведомственном общежитии на улице Колобова, 22. Однако спасательные службы также принадлежат и участки на Радиогорке, Столетовском проспекте и на улице генерала Мельника. Было обещано пенсионерам, всем, которые там прожили с 1994 года практически, что все будут обеспечены своим собственным жильём на основании законодательства по окончанию срока службы и увольнения на пенсию. Мы вместе с МЧС посмотрим, каким образом мы обязаны выполнить законодательство. Если это обязаны выполнять МЧС, то, соответственно, коллегам будем настаивать, чтобы они выполнили обязательства, которые возникли ранее. Если есть обязательства на городе выполнять данные требования предоставления жилья, то, соответственно, и город будет выполнять. Ранее информационный канал Севастополя рассказывал об этой ситуации пенсионерам спасательной службы и членам их семей грозило выселение из ведомственного общежития. Но после вмешательства журналистов и представителей правительства Севастополя руководство МЧС заверило людей, что без крыши над головой жильцы не останутся. По словам Елены Ильяш, ситуация действительно изменилась к лучшему. Огромное спасибо правительству, что нас не оставило наедине с проблемой, которые столкнулись и пенсионеры МЧС, и действующие служащие лично вам, Дмитрий Владимирович. Подробно выслушал глава города и просьбы Алисы Шаховой. Она получила заболевание в результате аварии на Чарнобыльской АЭС. И по закону ей должны выделить жильё. В октябре 2014 года Сергей Миняйлов вручил женщине сертификат на получение двухкомнатной квартиры. Но возникла парадоксальная ситуация. Построенный дом не был включён в реестр собственности города. А значит, Алиса Шахова не может там проживать. А сколько таких сертификатов было? Не знаю, какой мой по счёту. Не знаю, какой мой по счёту, но вот мне был выдан... Чернобыльцам было 4 выдана. У меня на руках 8 написок, что нам эту квартиру не передают. У Моложавинка в течение недели заложить по ЖСК Анит-А, Анит-Т, о дополнительном выделении двух квартир. Разобраться, где были взяты обязательства застройщиками, по каким сертификатам. И есть ли у них сложности. Задача понятна, нет? Если сложности есть, значит, обязательства будут выполнены. Глава департамента городского хозяйства тоже получил от Дмитрия Овсяникова важное поручение. Проконтролировать выполнение ремонта системы центрального отопления в доме по адресу Колобова, 19. А также ускорить там капитальный ремонт. Только за один приём граждан глава Севастополя помог в решении пяти жизненно важных проблем. Не только я провожу личный приём по обращениям горожан, но и каждый заместитель руководителей департаментов. К сожалению, не все вопросы можно решить в принципе. Очень сложная ситуация бывает. Некоторые вопросы, конечно, после дополнительного разбирательства, дополнительного пинка некоторым чиновникам можно решить. Рассказать о своих проблемах главе города можно, обратившись в управление по работе с обращениями граждан Департамента общественной коммуникации Севастополя. Личный приём граждан Дмитрий Овсяников проводит регулярно. Записаться можно и по телефону 54-02-25. Святослав Данилов, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. В городе продолжается реализация программы капремонта многоквартирных домов. В её рамках отремонтировали фасад двухэтажного дома номер 13 по улице Дебенко. Работы велись с полтора месяца. На них было выделено около двух миллионов рублей. Новый меч здания присутствует под устойчивым сам. Высокую оценку проделанной работе дал и заказчик в фонд содействия к официальному ремонту Севастополя. Подробности у Анастасии Синицы. 13-й дом по улице Дебенко был сдан в эксплуатацию в 1948-м. В середине прошлого века здесь проходили работы по внутренней перепланировке. А вот капитальный ремонт не осуществлялся ни разу. Текущие жильцы делали за свой счёт. Но ситуацию это не спасало. В последние годы фасад здания разрушился практически полностью. Проблема сдвинулась с мёртвой точки полтора месяца назад, когда на объекте начались работы в рамках программы капремонта многоквартирных домов. Сегодня фасад отреставрирован полностью. Вначале была произведена зачистка фасада, ремонт штукатурки, обработка антисептиком, грунтовка основания, далее нанесение фасадного клея, армирование сеткой фасадной, стеклотканной, затем ещё один слой фасадного клея, далее наносилась декоративная штукатурка и окрашивалась. Это здание сейчас вот просто, как говорится, конфетка стала. Это на одно красивое здание, Севастополь стал красивее, красивее. Меня, наверное, это как патриота радует. Фасад был разрушен страшно, смотреть было неприятно даже. Тем более здесь место, на Химинском учреждении, здесь очень много делегаций, в том числе иностранных. Кроме того, по всему периметру здания подчинили отмостку, покрасили газовую трубу, в подъездах вместо деревянных окон установили металлопластиковые, а над входными дверьми закрепили козырьки. Контролировалась здесь работа заказчиком, некоммерческой организацией, фондом содействия капитального ремонта города Севастополя. Собственно, таким образом, раз, два раза в неделю приезжал технодзор, проверял качество работы, промежуточные этапы. По всем видам работ по капитальному ремонту подрядчик несет пятилетний срок гарантии. И, ну, как правило, с учетом используемых материалов, я думаю, что дом выдержит гораздо дороже. В 2017-м капремонт по профильной программе уже провели в 146 многоквартирных домах. Сейчас работы ведутся на 126 объектах. В большинстве случаев меняют крыши. Задача, которую мы перед собой ставим, это до 1 октября завершить работы по крышам и по инженерным системам. Небольшой хвост по фасадам, я думаю, на октябрь может уйдет. В этом году, кроме того, у нас предусмотрено за счет субсидии бюджета города Севастополя замена 108 лифтов в 57 домах. Всего же до конца года планируют провести капитальный ремонт 450 севастопольских домов. Анастасия Синица, Сергей Котляренко, информационный канал Севастополя. В преддверии избрания губернатора Севастополя в городе стартует проект «За честные выборы». Цель инициативы повысить правовую грамотность граждан, а также сделать выборный процесс максимально прозрачным для избирателей. Для этого в Севастополе создадут экспертную группу, члены которой будут следить за предвыборными кампаниями кандидатов. Такая практика хорошо зарекомендовала себя во всех регионах России. За полность выборной процедуры будут обеспечивать компетентные наблюдатели. Также будет организована работа горячей линии. По мнению экспертов общественной палаты России, инициатива получит продолжение дни на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Как правило, всегда какие-то нарушения со стороны различных кандидатов случаются. И очень часто они происходят не специально, не в виде злостных каких-то нарушений, а часто они происходят просто случайно, в силу того, что люди не знают законодательства, или в силу того, что, может быть, агитаторы как-то неправильно работают. И мы считаем, что такие вопросы должны тоже прозрачно и открыто обсуждаться. 18 июля пожарный надзор России отметит свой 90-летие. В 2015 году имели всего лишь 3% снижения по количеству пожаров и возгораний. То уже в этом году по пожарам у нас 7% снижения, а по траве и мусору почти 27% снижения. То есть мы говорим о том, что профилактическая работа сотрудниками главного управления проводится, и это дает свой положительный результат. На сегодняшний день сознательность наших граждан, а также руководителей учреждений и организаций достаточно высока. И в первую очередь не потому, что это может быть, скажем так, чревато какими-то санкциями административного характера. Но в первую очередь именно сознательностью того, что безопасность их жизни и их имущества имеет огромное значение как для них, так и для всего населения в целом. В экопарке Лукоморье провели праздник в шоколадах и уроченных международному дню этого лакомства. Россия развлекали мастер-кластеры, викторийными и яркой концертной программой. Посетители пробовали самые разнообразные виды шоколада. Оценила вкус лакомства и наш корреспондент Юлия Ефремова. Всемирный день шоколада отметили в Севастополе. Сладкий праздник прошел на базе экопарка Лукоморье. Для гостей мероприятия работали восемь тематических зон. Так, на разных площадках шоколад ели, соревновались за него в викторинах, раскрашивали глазурью пряники и не только. На фестивале шоколада можно было не только попробовать его, но и сделать себе самый настоящий боевой раскрас. Ключевой темой на празднике стала история шоколада, которая тесно связана с древнейшими американскими племенами. Здесь можно было не только пострелять из лука, но почувствовать себя в роли настоящего индейца. История шоколада берет свое начало еще со времен племени Майя. Ему уже около трех тысяч лет. Сегодня на фестивале можно было попробовать самые разнообразные виды лакомства, начиная от самых первых рецептов с использованием перца чили, так и до новинок – сало в шоколаде. Шоколад по-ацтекски с солью и перцем пришелся нам не по вкусу, а десерт с салом – блюдо на любителя. Однако ничто не испортит вкус веселья на празднике. Равнодушным фестиваль не оставил ни детей, ни взрослых. Мне очень нравится, мне нравится, что люди пришли. И значит, очень много любителей какао в нашем городе. Успел поучаствовать в каких-нибудь конкурсах или попробовать шоколад? Участвовал в одном корпусе. Прянички, скажи. А что ты делал? Расскажи. Прянички украшал. Очень весело. Ты в каких конкурсах уже участвовал? Я в четырех конкурсах пробовала коктейль. Я был на виртуальной реальности и делал себе пряник. Мы пришли покататься в парке и попали на праздник шоколада. В общем, очень весело. Дальний Восток, город Тында. Мы в восторге от вашего праздника. Нам все очень нравится. Все классно. Все очень круто. А что здесь больше всего понравилось? А вот, вот, вот. И вкус шоколада. Самое главное, что там все вкусно, сладко. Вообще обалденно. Все очень круто. Мероприятие собрало много сладкоежек. Такого количества посетителей не ожидали даже организаторы. Я думал, что в городе у нас много любителей такого вкусного сладкого шоколада. Но не ожидал, что именно в будни придет столько людей, чтобы вместе с нами отпраздновать такой большой для нас праздник. Ярких красок празднику добавила концертная программа с участием творческих коллективов города. Юлия Ефремова, Деливер Меджидов, информационный канал Севастополя. И к новостям спорта. В Севастополе завершилась парусная регата на призы обладательницы средней медали Олимпиады в Афинах заслуженного мастера спорта Светланы Матебусы. Приветствую! Городного вам! Я закончил все 15 гонок. Из них самая сложная была первая. Потому что я на первый знак вышел четвертый и к финишу я отыграл и перешел второй. На самом деле были сложные ветровые условия и сильный ветер, и слабый, и гоночный, и рабочий ветер. И было видно по детям, как они стараются. Есть много перспективных ребят. Это было видно с судейской яхты, на которой я провела все соревнования. Это были все новости. К этому часу вам здесь все больше интересной информации смотрите на нашем сайте. Телефон редакции 545112. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова